Всем добрый день! Честно говоря, начало игры, когда мы получили такой гол, я скажу случайный гол, футболист Факела делал подачу, она полетела по такой траектории, с которой не справился наш вратарь, и это привело к голу. Ну, немножко обескураживающе, но потом, я считаю, держали игру под контролем и владели инициативой и преимуществом. И территориальное преимущество, и игровое преимущество было на нашей стороне, на мой взгляд. И подтверждение тому, забитый гол, сравняли 1-1, и подходы были неплохие после этого, еще были моменты для взятия ворот. Во втором тайме продолжили так же играть, и в одном из моментов, где-то чересчур самоуверенно, на мой взгляд, начали действовать. Бросили середину поля, за счет чего соперник этим воспользовался, провел атаку и наказал нас вторым голом. К сожалению, на 91-й минуте мы имели 100% момент для того, чтобы все-таки эту игру спасти, сравнять, но наш нападающий из выгодной ситуации не попал в пустые ворота. Это очень обидно. В принципе, сегодня встречались два соперника, факелу по турнирной таблице, в принципе, ничего не надо было. А мы при удачном стечении обстоятельств, но при условии, чтобы мы здесь победили, могли стать и девятыми. Мы довольны тем, что мы закончили этот сезон в десятке. Сейчас мы занимаем десятое место. Это для нас важно, что кроме того, что мы сохранили команду ФНЛ, мы еще находимся в десятке. Поэтому благодарен своей команде, благодарен всем тем, которые в нас верили, которые нас поддерживали. И скажу, что мы довольны тем, как провели весеннюю часть. Мы сейчас находимся на таком этапе. Наша команда зимой потеряла большую часть футболистов. И буквально с нуля, ну не с нуля, а стартовая площадка была не самая благополучная и благоприятная. Мы выстраивали новую команду. Пришли новые футболисты, и всего лишь за два сбора нужно было и адаптировать к требованиям, и чтобы футболисты друг друга почувствовали. Считаю, что в таких форс-мажорных условиях, при условии, что отсутствуют премиальные у футболистов, достойно выглядели. И просто благодарен всем тем, кто приложил к этому усилия. Если есть вопросы, я готов на любое ответить. Пожалуйста, задавайте. Пожалуйста. Александр Александрович, вы приняли команду по ходу сезона. При этом команду собирал Юрий Газаев. Вы во второй части поддерживали с ним контакт или уже не было контакта с Газаевым? Мы созванивались во время сборов. Он интересовался, как дела в команде, и сколько новых пришло футболистов. А в процессе сезона, думаю, что он знает, что это такое, и просто не беспокоил. Потому что здесь огонь горит, как говорится. По большому счету, то, что сделали футболисты, они молодцы, они герои. Только похвалы заслуживают независимости сегодня. Да, локально мы проиграли, мы огорчены, но глобально мы одержали победу. И двигаемся дальше с уверенностью и с оптимизмом, смотрим в будущее. И ждем результатов от вышестоящих лиц, как там все пойдет. Ну, мягко говоря, при не очень выразительной игре добились положительные результаты, победили. Результат, конечно, превыше всего. Вот, соперник рассматривали, подвижная команда, неплохой контроль мяча. Последние игры показывали, и с Енисеем бой дали, и три мяча забиты «Зенитом-2». Добились, есть у них игроки достаточно быстрые, квалифицированные. И мы проигрывали, наверное, в быстроте принятия решений, в перестроениях. Есть объективные причины на это. У нас после игры с «Химками» три игрока, которые планировались играть в сегодняшней игре в стартовом составе. Это Лебеденко, Абрацумян, Арустамян пропускали игру из-за желтых карточек. Мы сегодня небольшой дефицит футболистов испытывали. Это, наверное, тоже повлияло. Быстрые ответные атаки, много очень брака, вследствие чего и созиданием не превзошли соперника. Пожалуйста, вопросы. Игорь Вячеславович, сезон закончился, результаты извести. Можете сказать, почему не получилось так сразу начать давать результат после зимней паузы? Только в конце пришли победы и голы. В чем причина? Я не могу сейчас сказать. Надо все продуманно, взвешенно взвесить. Команда находится на 20-м месте. Я считаю, мое личное мнение, что вообще такой ответ, что по всем направлениям были допущены ошибки. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok